здравствуйте дорогие друзья давайте сейчас проверим качество звучания как меня слышно поставьте по десятибалльной шкале десяточку если слышно хорошо ничего убавлять не нужно так я не вижу ваших сообщений так слышно так всем ли слышно давайте вот у нас тут получается 8 человек по моему или 7 поставьте напишите пожалуйста все чтобы я понимал что это не просто имена на мониторе а это просто живые люди сидят да и которым интересно которые готовы слушать прошу себе написать сообщение пишите в чате все сообщения что меня слышно абсолютно все отлично хорошо тогда начинаем значит я ну во первых меня зовут артем кришков для тех кто не знает я занимаюсь по бизнесом уже два года пошел 3 и у меня проект школа блогеров номер один россии начиналась него и у меня есть база подписчиков которые набирают используя всего лишь практически один метод до большую часть денег я вкладываю именно в этот метод это набираю подписчиков рекламируясь в чужих email рассылках кто-нибудь вообще уже сталкивался с таким способом набора подписной базы может что-то сказать по этому поводу то есть если да то напишите сталкивалась стану и сталкивался такая-то база подписчиков на данный момент у меня сейчас на данный момент база общая 40 тысяч человек то есть ни много ни мало но набрал ее благодаря только тому что вот использую использовала использую продолжаю до сих пор вот этот метод набора подписчиков то есть все напишите если не использовали нет кто использовал напишите сколько уже получилось привлечь с помощью этого способа то есть абсолютно не имеет значения себе вы этих подписчиков набираете либо кому-то набирали если кому-то набирали просто напишите что набирал кому-то там заказчику только у меня подписчиков получилось привлечь этому человеку ну насколько пока вижу да то есть практически никто не использовал этот метод так до 1000 человек с двух подписок вот написали первый отзыв вот видите уже есть даже люди которые использовали данный метод хорошо тогда переходим сейчас ко второму слайдику сразу скажу что я люблю говорить немного но по делу то есть мне главное чтобы вас не загрузить информацией а чтобы вы ушли с пониманием с четким пониманием того что вам нужно делать чтобы вы просто сделали это раз два три и получили результат тем кому нравится такой подход нравится такой вектор нашего с вами общения обучения поставьте восклицательные знаки в чате и мы продолжаем сейчас пока запомню так вот второй слайд открываю почему реклама в email рассылках эффективно давайте сначала отвечу на этот вопрос во первых люди знают как подписываться то есть для людей это не новинка они уже умеют они знают и уже от этого конверсия подписок будет больше второе люди доверяют автору то есть например вот если бы я на сейчас рекламировал кого-то свои рассылки то есть люди которые меня читают они относятся ко мне определенным образом ну наверное раз они меня читают значит они мне верят и им нравится мне читать да скорее всего а и когда я рекомендую кого-то то я часть экспертности передаю этому человеку то есть я его рекомендую своим людям и люди вот они тоже начинают ему автоматически доверять из-за этого подписываются больше чем если просто было то был холодный трафик да откуда-то а третий момент люди умеют покупать в интернете то есть естественно мы не просто так собираем базу так вопросы пожалуйста пишите задавайте все в конце вебинара чтоб меня не отвлекать я на них вам отвечу что будет моих силах да на что я могу узнать то я отвечу а сейчас не сбивайте меня пожалуйста а задавайте вопросы когда я скажу что можете задать вопросы начинайте задавать спасибо продолжаем люди доверяют автору это я уже сказал люди умеют покупать в интернете то есть естественно все бизнесмены конечная цель все таки продать свои какие-то услуги продукты чтобы заработать и чтобы эти деньги опять там тратить куда-то вкладывать в бизнес и там делать что хочешь с ними да то есть просто так базу набирать смысла нет поэтому нужно будет что-то туда покупку продавать любом случае и если брать людей которые приходят из рассылок то скорее всего эти люди уже что-то покупали в интернете и уже тоже только от этого пункта у вас конверсия как бы продаж увеличится потому что люди уже знают не боятся что делать знают как бы с этой ссылкой куда нужно нажать куда нужно деньги перевести это не будет для них открытием следующий шаг мне причина да почему реклама в емейл рассылка это эффективно то что люди уже читают емейл рассылки то есть обычно же как что кто-то говорит что емейл рассылка уже не работает или еще что-то здесь же люди продолжают читать рассылки они уже читают им не нужно объяснять что это такое они знают что им нужно периодически когда-то заходить в почтовый ящик и проверять почту читать и значит реагировать как-то на информацию вот это тоже как бы плюс по отношению к тому трафику который приходит там еще откуда-то если человек ни разу еще рассылку не подписывался у него тоже нужно определенное время чтобы у него сформировалась определенная привычка и понимание того зачем это хорошо по этому слайду всем все понятно теперь все понимают почему реклама в емейл рассылках эффективна ну естественно при условии если вы правильно находите и рассылки и правильно там покупаете рекламу поставьте плюсики если с этим слайдом вам все понятно отлично идем дальше так третий слайд давайте сейчас поговорим о том как выбирать рассылки так сейчас я попробую презентацию так убрать сейчас минуточку как выбирать рассылки первое рассылка которой вы собрались покупать рекламу она должна быть схожа с вашей тематикой продукта либо услуги то есть например если у вас есть продукт по здоровью то вы должны искать рассылку именно про здоровье вот напишите какие вы продукты продвигаете в данный момент свои либо опять же продукты ваших заказчиков и вот сразу можно понять в каких рассылках вам нужно будет искать где покупать рекламу вот здоровье инфобизнес игрушку говорящий хомяк интернет-магазин рукоделие ага то есть смотрите конечно не все рассылки например игрушка говорящий хомяк я не могу знать я не встречал таких авторов которые собирают базы по вот этой игрушке но может быть есть рассылки по тому как какие подарки например дарить своим близким людям и там можно как вариант написать сообщение написать письмо что вот у меня есть партия говорящих хомячков покупайте новому году как вариант тут надо отталкиваться от ситуации и второй момент это минимум 1000 подписчиков должно быть в базе потому что я думаю если будет меньше тысячи то смысла нет даже тратить на это время то есть 1000 подписчиков это все таки какой-то уже знак да ну и в любом случае люди у которых 1000 подписчиков они еще как бы так скажем начинают и они не будут гнуть цены за рекламу во всяком случае у меня так было что я как бы покупал рекламу в базе в 1000 человек и получал выхлоп отдачу именно в денежном варианте даже больше чем я покупал рекламу там в очень-очень большой базе то есть но опять же это не правило какое-то потому что может и 1000 подписчиков быть абсолютно там мертвые как говорится такие мертвые души просто кто-то там подписался специально как бы никто ничего не читает то есть здесь все очень зависит от автора рассылки от автора от человека который именно ведет эту рассылку надо с ним вам перед этим пообщаться понять вообще что это за человек какой контент он отсылает базам свою базу ну это об этом еще поговорим просто так вот краешком задену что вот именно нужно знать что за автор и посмотреть какой он контент именно дает людям посмотреть его страницы сайты блог какой он ведет посмотреть насколько много комментариев в блоге если например он ведет блог да то есть посмотреть отзывы ну это чуть позже давайте сейчас переверну следующий слайдик на какие параметры обращать внимание при выборе рассылки первое это открываемость последнего отправленного письма то есть вы просто просите у автора рассылки чтобы он вам прислал скриншот как бы вот это отправленного письма да там будет в процентном соотношении видно сколько людей открывают сколько переходит это как раз второй момент второе на что вы должны обратить внимание это процент переходов по ссылкам из этого письма то есть бывает что очень много как бы отправлено но переходов мало и это зависит конечно же не только от автора рассылки это еще зависит от того письма которое которое было отправлено то есть тема например была не очень удачно человеком написана либо сам текст письма внутри не располагал для того чтобы люди нажали на ссылочку и перешли просто не попали в аудиторию в интересы аудитории и третье это отзывы предыдущих рекламодателей то есть спросите у людей где вы собрались покупать рекламу есть ли отзывы людей которые уже покупали ранее рекламу и пусть вам скинут на них ссылочку вы почитаете послушаете если например нет доверия напишите даже этим людям кто отзывы написал и они вам скажут правда это или нет так с этим слайдиком все понятно поставьте плюсики если вам нравится то что я вам рассказываю и вы узнаете новое для себя либо не новое но уже еще ни разу этого не использовали то есть это тоже очень важно потому что многие знают но многое многие не делают и это как бы большой минус поэтому ставьте плюсы если вам все нравится спасибо и вот здесь я так и вот здесь я показываю сейчас какие параметры на какие параметры обращать внимание при выборе рассылки да то есть вот я показываю что отправлено было писем 18000 да 992 открыто было писем 1355 и перешло по ссылкам 300 человек да то есть 296 человек то есть если мы например говорим о том что например конверсия вашей подписной страницы например даже пусть будет там 50 процентов давайте так возьмем 50 процентов то если 296 ну по сути 300 человек перейдут на вашу страницу подписки то половина подпишутся а эта статистика в течение суток сделана то есть вот этот скриншот то есть получается мы могли ожидать с рекламы в этой рассылке что она в базу придет сколько человек напишите пожалуйста и чтоб я понял что вы меня слушаете и понимаете о чем я говорю то есть если мы видим что было 300 вот 150 человек правильно то есть 150 человек за сутки я думаю это прикольно да тем более базы бывают разные открываемости разные то есть у меня бывали случаи что я за сутки получал там 500-600 человек сразу то есть это для меня было открытие когда я этого еще не знал вот тут мне написали скачать можно так это опять про презентацию я еще раз говорю что это будет все в конце не поняла у кого спрашивать отзывы отзывы вы спрашиваете у того человека у автора рассылки у кого вы собираетесь покупать рекламу то есть именно у него вы спрашиваете пришлите пожалуйста ссылку на отзывы людей которые у вас раньше ранее покупали рекламу то есть я думаю здесь все понятно вот идем дальше как и где искать авторов рассылок для этого мы берем каталоги продуктов Just Click каталоги продуктов Glopart каталоги рассылок Smart Responder да и четвертое через поисковые запросы в Яндекс Google Бегун YouTube именно смотрите почему именно вот я предлагаю именно использовать вот эти каталоги во-первых в каталогах уже содержатся продукты и авторы людей именно авторы которые размещают эти продукты они уже занимаются инфомаркетингом да интернет маркетингом email маркетингом они уже набирают свои базы и скорее всего и может быть интересно было будет продать вашу рекламу именно подать вашу рекламу в свои рассылки вот и как раз таки я думаю вы знаете что такое Just Click но если не знаете ссылочки вам дал переходите просто заходите там в каталоги продуктов добав как бы становитесь партнерами данных продуктов и находите вот ваша задача когда вы это делаете найти контактные данные автора продукта и уже написать туда затем предложение о том чтобы купить у него рекламу вот вот здесь спрашивают как вывели число 150 очень просто я же сказал что если у вас страница подписки которую вы будете рекламировать будет 50% конверсия то есть из 100 человек зашедших посетителей 50 человек подписываются в вашу рассылку то есть естественно если возвращаться к предыдущему слайду мы там увидели что было 300 переходов естественно из 300 переходов 50% конверсии то надо ожидать 150 человек новых в вашу базу подписчиков в течение суток возвращаемся теперь к нашим баранам как говорится каталог продуктов Just Click каталог продуктов Glopart это понятно то есть там есть продукты ваша задача искать координаты авторов продуктов связываться с ними и уже договариваться о покупке рекламовых рассылок конечно же не все будут вам сразу говорить да покупаю рекламу в рассылке не все но процент определенно это делать будет поэтому главное не сдавайтесь после того когда вы написали 10-15 человек вам никто ничего не ответил не сдавайтесь напишите 100 человек 200 человек и кто-нибудь обязательно вам продаст рекламу в рассылке значит третье это каталоги рассылок смарт-респондер то есть там тоже есть каталоги рассылок вы туда заходите ищите тематически близкую к вашей рассылку и там уже также пишите автору прямо оттуда же со смарт-респондер непосредственно пишите человеку автору предложение о том что вы хотите купить у него рекламу через поисковые запросы в Яндекс, Гугл, Бегун, Ютуб что это значит значит поисковые запросы это ваши запросы по вашей теме например вот когда я покупал рекламу для того чтобы прорекламировать свой курс по блогам как создать блог да как за ним заработать я естественно писал вот эти запросы в поисковые системы Яндекс, Гугл, Бегун то есть я просто писал как заработать на блоге и у меня выходили определенные сайты по этой теме я их просто собирал в базу данных и затем списывался с авторами данных ресурсов чтобы у них если у них конечно есть рассылка купить именно рекламу в их рассылке вот и все на ютуб также то есть выбиваете на ютубе вам выходят видеоролики какие-то авторы что-то вещают там тоже не составит вам труда найти имя фамилию этого человека найти его ресурс сайт если человек собирает базу у него по любому сайты есть и вы уже там с ним списываетесь и также договариваетесь хорошо идем дальше какое письмо писать авторам чтобы они вам ответили я предлагаю вот такой шаблон вы конечно можете там его менять но вот это как бы проверенный шаблон в теме письма пишите хотим купить у вас рекламу то есть сразу по делу не надо там ничего там пропиарьте меня бесплатно или что-то типа этого вот краткое по теме хотим купить у вас рекламу и вот здесь пошло да добрый день ваше имя меня зовут ваше имя вернее добрый день имя человека автор рассылки а потом меня зовут ваше имя вот тут уже пишите если вы являетесь менеджером у какого-то автора рассылки то есть вы для него как бы набираете базу то естественно вы пишите что вы менеджер как вас зовут вот и тут пишите по тексту что рассказывайте про свою компанию и обязательно просите прислать вам сколько у вас подписчиков есть ли отзывы тема вашей рассылки цены свободные даты статистику открываемости и переходов из последнего письма вот ждем вашего ответа в любом случае обязательно пишите контакты это телефон для быстрой связи скайп и мэйл то есть с письмом всем понятно поставьте плюсики если все понятно отлично идем дальше как подготовить десятки поисковых запросов то есть которые конкретно вы потом будете уже вписать в яндекс google там в вигун youtube чтобы находить вот эти ресурсы для того чтобы собирать контакты авторов и потом с ними списываться ну первое вы заходите на сервис статистики ключевых слов наверное все этот сервис статистики уже знают wordstat.yandex.ru вбиваете свои ключевые запросы которые вы знаете которые вы помните я думаю их не будет больше десяти штук но десять штук это мало поэтому мы используем этот сервис чтобы набрать большее количество поисковых запросов вот вы набираете там базу потом вот сохраняете базу данных своего текстового документа запросы которые выдаст статистика ключевых слов то есть например вы наберете там 100-200 ключевиков и потом уже не отвлекаясь садитесь и начинаете их по очереди вбивать в разные вот эти поисковые системы это всем понятно что я сейчас сказал то есть это мы сейчас говорили как именно подбирать поисковые запросы чтобы через них находить авторов рассылок отлично идем дальше как анализировать прибыльность рекламной кампании то есть естественно нам чтобы понять вообще насколько эффективна реклама в рассылок нам нужно мыслить показателями и понимать какие результаты мы получаем для этого я вам рекомендую именно использовать Just Click то есть я кто знает Just Click поставьте плюсик и кто не знает ничего страшного по ссылке перейдете там есть видео уроки как раз таки как пользоваться то есть ничего сложного нет Just Click это система которая помогает инфобизнесменам набирать базы подписчиков плюс принимать прием платежей да то есть принимать деньги на сайтах ставить прием платежей на сайтах для клиентов вот и там есть такой инструмент как рекламные метки и вы там создаете просто рекламную метку для каждой рекламной компании и привязываете их например бесплатному и платному продукту Just Click и то есть естественно вы рекламируете я рекомендую всегда рекламировать что-то бесплатное но вот этот продукт который платный он должен также находиться на Just Click вот ну естественно и база подписчиков должна собираться тоже на Just Click чтобы у вас была максимально понятная статистика какой именно сколько имейлов пришло и сколько из этих имейлов то есть ну естественно людей люди же стоят за этими имейлами покупали ваш платный продукт вот то есть как пользоваться рекламной меткой как ее ставить как ее создавать естественно в рамках данного вебинара это нереально рассказать но и это в принципе делать не нужно потому что еще раз повторюсь в самом кабинете Just Click уже написаны все видео уроки то есть вы когда нажмете на рекламную метку там выйдет видео урок как создать эту рекламную метку то есть сложности абсолютно никаких не будет просто вы должны знать что такое существует а затем сколько стоит реклама в рассылках вот я тут написал стоимость рекламы в рассылках может быть разной зависит от автора тема и от варианта рекламы в рассылках то есть примерные цены чтобы вы ориентировались это вот такие тысяча три тысячи подписчиков стоит семьсот две тысячи тысячи рублей а если пять тысяч двадцать тысяч двадцать тысяч десять тысяч обнаружите то реклама может стоить восемь метки двух hub У меня были такие случаи, что я покупал рекламу именно за 600 долларов по базе, по-моему, 40 тысяч человек. Но в принципе она окупилась, поэтому тут опять же нужно обращать внимание на автора рассылки, спрашивать опять же отзывы, и тогда вы точно не прогадаете. Ну, во всяком случае, гарантии давать вам никто не будет, но вероятность того, что вы останетесь в плюсе в любом случае, это да, потому что если даже подписчики вам пришли, и даже если они вас не купили в течение месяца что-то, то в течение 3-6-9 месяцев года они вас обязательно что-то купят. Поэтому здесь просто нужно набирать эту базу, покупать подписчиков, и это круто. Потому что благодаря, вот я сейчас какие доходы получаю, я только получаю благодаря тому, что у меня большая база подписчиков, я постоянно ее наполняю, постоянно покупаю рекламу, и доход мой больше, чем расходы, так скажем. Поэтому это проверенный способ, и этот способ проверен не только мной, он проверен и другими инфобизнесменами, и проверен моими учениками, поэтому пользуйтесь обязательно. Вот. Теперь я хочу вас поздравить, а теперь вы знаете, как можно получать тысячи подписчиков каждый месяц. Ну, тут вопросик почему-то поставил, опечатка. Вот. И вот ДЗ. Какое у вас будет ДЗ? Домашнее задание. Первое. Составить список из 15 услуг продуктов, сокращенно УП, которые хорошо покупаются. Их уже рекламируют за деньги, я в скобочках тут поставил. То есть, как понять, что продукты уже, как бы, хорошо покупаются, да, или продаются. Ну, во-первых, первый способ, как можно это проверить, это просто вбить опять эти же поисковые запросы, поисковые системы Яндекс.Гугл, и посмотреть, что, какие продукты, услуги по вашей теме находятся в платных размещениях. То есть, значит, люди уже за них платят, чтобы их продвигать. Надо полагать, значит, они с этого получают деньги. Вот. Второй способ проверить это просто не списаться с автором и спросить у него, с автором продукты или услуги, насколько хорошо продвигается ваш продукт, да, то есть, сколько вы уже заработали с помощью этого продукта. То есть, как раз это будет помогать вам понимать, с кем работать, либо у кого покупать рекламу, либо чью рекламу покупать, да. То есть, если есть деньги там, значит, если вы ищете для себя заказчика, значит, он, скорее всего, согласится вам заплатить деньги, чтобы вы смогли для него набирать эту базу подписчиков, потому что просто они у него есть, и он верит в свой продукт. И вы просто свое время сэкономите, если не будете всем подряд писать, а именно начнете конкретно что-то предлагать, после того, когда проанализируете ваших заказчиков, либо проанализируете вот те продукты, которые вы захотите сами, может быть, продвигать, зарабатывать, наверное, на партнерских или там еще как-то. Так. Второе домашнее задание. Набрать тематические ключи плюс эхо, да, то есть, вот, про что я говорил, в Word, кстати, 100-200 штук наберите. Третье домашнее задание. Найти от 50 тематических рекламных площадок, вот еще раз тут перечислил, каталог Smart, JustClick, Aglopart, оплатные объявления в Яндекс, Google, YouTube. То есть, рекламными площадками я называю сайты, которые вы будете находить. То есть, на сайтах вы уже будете находить контактные данные людей, спрашивать у них, есть ли у них рассылки, ведут ли они, собирают базы, и если у них таковые рассылки есть, то вы его с ним уже договаривайтесь о покупке рекламы. Четвертое – это написать письмо 50 администраторам рекламных каналов, да, и цель – купить рекламу или предложить свои услуги по продвижению. То есть, как бы, сами для себя уже выбирайте. Если вы самостоятельный бизнесмен, то вы просите купить рекламу, да, и, как бы, покупаете там рекламу, привлекаете себе толпы подписчиков, и делаете продажи, и зарабатываете деньги. Если вы человек, который занимается продвижением чужих услуг, просто работаете как наемный работник, то вам, значит, найти человека, который либо вас возьмет на работу, либо вы для кого-то это уже делаете, и так же купить рекламу. То есть, в любом случае, вы зарабатываете. Вопрос тут написали. Когда базу собираю, ее надо делить или в одну собирать? И что потом с ней делать, когда уже продала один продукт? Когда базу… То есть, смотрите, вы собираете базу конкретно на какие-то продукты. То есть, у вас конкретно для каждого продукта должна быть конкретная рассылка. То есть, если у меня, например, сейчас линейка инфопродуктов, очень большая, у меня есть продукт там… Дальше вам покажу, слайд будет. И для каждого из этого продукта у меня отдельная рассылка идет. Она собирается в любом случае в одном месте, в вашем каком-то сервисе. Но она разбита на рассылки. Ее надо делить или в одну собирать, и что потом с ней делать? То есть, вот я вам уже ответил на этот вопрос. То есть, вы собираете, соберете рассылку для каждого отдельного продукта. Одну для одного продукта, вторую для второго. И когда уже продали один продукт, что делать с остальными? Ну, во-первых, это уже идет более глубокое понимание email-маркетинга, работа с рассылкой. Но вот самое эффективное, что я могу вам предложить, это вы должны просто, естественно, спросить у своей аудитории, а будет ли им интересен еще и вот этот продукт. То есть, здесь ни я, ни вы не можем понимать и знать, что вашим подписчикам будет интересно. Я даже не знаю на данный момент, да, что будет даже моим интересно. Пока я не спрошу, естественно. Когда вы спросите у людей, интересно ли вам будет вот этот продукт, они вам ответят. И тогда вы будете понимать, стоит ли им предлагать что-то большее по этой теме. Ответил на ваш вопрос, напишите плюсик, если я ответил. Спрашивают, Артем, можно вместо JustClick использовать партнерскую ссылку с Автопе? Я не работаю с Автопе, поэтому я рекомендую JustClick. То есть, JustClick там больше функционал, потому что там идет привязка конкретно с базой подписчиков и привязка сразу к продуктам, то есть, и вот эти метки можно делать. Поэтому, ну, я не буду говорить, что Автопе это плохо, это неплохо, но я работаю с Just, там, я здесь эксперт, поэтому рекомендую Just. Тем более, JustClick, он бесплатен для новичков абсолютно. То есть, там даже базу подписчиков можно бесплатно собирать, а не платить, как в смарт-респондере, да. Хотя у меня и у самого и на смарт-респондере база, и на Just. И смарт-респондер мне нравится тоже, конечно, но он нравится мне одним преимуществом, Just другим. Но я использую и то, и другое, поэтому и вам советую тоже, потому что проверено опытом. Анастасия спрашивает. Первый пункт, ZD не поняла, можно один пример? Составить список из 15 услуг, продуктов, которые хорошо покупаются. Их же рекламируют за деньги. Ну, что здесь может быть непонятного? То есть, вы, если вы сейчас имеете какой-то... То есть, смотрите, вы же сюда пришли на выбернад для чего? Вы либо хотите найти заказчика... Да, вот, то есть, тут аудитория у каждой свои цели. То есть, кто-то хочет найти заказчика, а кто-то хочет начать продвигать какой-то продукт и зарабатывать на этом. Правильно? То есть, поставьте «да». То есть, либо вот кто тут сюда пришел, с какой целью, напишите. Либо вы заказчика хотите найти, либо вы хотите продвигать какой-то продукт и зарабатывать деньги. То есть, первый или второй вариант, кто зачем сюда пришел. И если вы хотите найти заказчика, если у вас его заказчика еще нет, то вы находите 15 услуг продуктов, которые уже продвигаются на рынке и предлагаете свои услуги в качестве продвижения. То есть, продвижение через социальные сети, через e-mail рассылку, то же самое. Просто вот, когда вы будете это делать, искать, вы уже будете приходить к людям, которые уже вкладывают деньги в свой бизнес. Значит, есть вариант, что они вам тоже заплатят за это, если вы предложите им свои услуги. Если же вы не ищете заказчика, вы ищете просто продукт, который можно продвигать, то вы можете купить, например, те же права перепродажи на продукт и уже продвигать его от себя и зарабатывать тоже. Либо там зарегистрироваться в партнерской программе и тоже продвигать этот продукт. То есть, понятно, зачем это надо, да? То есть, вы находите, вы для себя находите, вот это когда 15 услуг продуктов, вот я тут написал, или 15 заказчиков потенциальных, значит, это ваших, либо это ваши будущие, как бы, либо партнеры, либо продукты, которые вы сами потом купите для себя, чтобы их продвигать. Либо это может быть просто человек, который собирает базу подписчиков, и вы можете с ним же опять договориться, чтобы купить у него уже рекламу. То есть, когда вы найдете 15 продуктов, например, инфопродуктов, которые уже продвигаются, скорее всего, этот человек уже набрал какую-то базу, и вы сможете с ним договориться купить у него сами рекламу. Хорошо. Так. Так, давайте по очереди. Так. Найти 50 тематических площадок надо по каждому каталогу или по одному на выбор, или с каждого по несколько тем площадок, чтобы в целом их было не менее 50. Смотрите, это ваша задача, да, то есть, вы сами уже себе решаете, вы просто находите 50 рекламных площадок, например, 50 одностраничных сайтов, или 50 блогов, или 50 рассылок. То есть, это абсолютно не имеет значения. Просто 50 чего-то. То есть, главное, чтобы это где-то уже продвигалось, и вот эта тематическая площадка имела подписной лист, собирала подписной лист. Потому что это ваши потенциальные клиенты, либо партнеры. То есть, вы должны найти 50 авторов, 50 администраторов этих площадок, у каждого из которых есть подписная база своя. Я думаю, понятно ответил, да? Если автор согласился разместить мою рекламу, скорее всего, он размещает и другую рекламу. Как понять, что не выжжена рассылка? Если вы внимательно смотрели презентацию, я говорил, что, во-первых, вы ему сами ставите условия и говорите, я хочу, чтобы, например, выпуск рассылки был только мой. То есть, письмо, если выходит, то там будет только моя рекламная информация. То есть, обманывает ли вас автор или не обманывает, вы проверяете, естественно, каким образом. Вы у него, во-первых, спрашиваете отзывы людей, которые уже у него рекламировались, списываетесь с этими ребятами, которые отзывы ему оставили, если такие таковые есть. Они вам говорят, да, действительно, он никого не кидает. Следующий момент, то, что если у людей базы большие, то, скорее всего, им нет смысла кого-то кидать вообще. То есть, и так клиентов хватает, и если бы они некачественно продавали рекламу, к ним бы повторно никто бы не обращался. Вот на моей практике, занимаясь это два года, вот уже этим, у меня был там пару случаев таких, где пытались обмануть, да, но мне вернули, там даже не пытались обмануть, а так, скажем, я прорекламировался, и там совершенно не было переходов почему-то. Там было 2-3 или 10 кликов, а я заплатил большую сумму, как бы, ну, не тысячу рублей же за 10 кликов платить. Я просто написал автору, мне сказали, хорошо, и вернули деньги. То есть, вопросов не было. Но это было, вот, говорю, один-два раза. Второй раз я даже не помню, что там был за случай. Вот. В принципе, везде всегда все честно, и никто не мешает вам там связаться с человеком по скайпу даже, да, и он при вас прям отправит эту рекламу в свою рассылку, прям при вас там включит демонстрацию экрана и прям при вас продемонстрирует, как он это все делает. Кстати, вот у меня был такой случай, я как-то, мне сам человек предложил, давай я тебе включу демонстрацию экрана, автор рассылки, я при тебе отправлю свое письмо, твое письмо по своей базе. То есть, если вы уж совсем так не доверяете людям, то можете просить именно вот такой способ. Я думаю, вам не откажут. Но если будут отказывать, ищите других людей. Сколько стоят такие услуги, сколько просить денег у заказчика? Ну, здесь уже зависит все дело от, как бы, от заказчика. То есть, ну, естественно, главное, чтобы все были довольны, да. То есть, и вы заработали денег, и заказчик заработал. Вы можете с ним договориться на процент, например, что вот процент какой-то придет, вы как бы, вернее, напродается там на 100 тысяч рублей в него в течение месяца. Он вам там заплатит, там, с этой 100 тысяч, там, например, 10 тысяч рублей. Вот. То есть, 10 процентов, например. Можете договориться за подписчика. То есть, если конкретно человек приходит, подписная база, там, подписчик стоит, например, 10 рублей. То есть, говорите человеку, вот я вам приведу там 100 человек, вы мне заплатите 1000, тысячу, то есть, потому что 100 человек умножаем на 10 рублей, получается 1000 рублей. Вот, как бы рекомендую вам просить 10 рублей за подписчиков. То есть вы просто говорите, вам будут платить по факту, за сделанную работу. Не просто потому, что вы работаете и вам будут платить. Нет. А потому, что вы конкретно привели человеку подписчиков, и он вам за каждого подписчика заплатил конкретную сумму. Конечно, еще вопрос в том, насколько целевая будет аудитория. Потому что бывает такое, что приводят много подписчиков, а они ничего не покупают очень долгое время. А всем же хочется всегда все быстрее и быстрее. Ну и вот я вам рекомендую опираться именно на такие цифры, как один подписчик стоит 10 рублей. И вот ищите. Либо такие услуги предлагаете, либо можете дешевле предлагать. И может быть вас, если конкуренция будет большой, то, наверное, уже там будут цену вбивать. Кто-то предлагает за 10 рублей, а кто-то за 5 рублей. Возьмут, наверное, скорее всего, того, кто предлагает за 5. Ну и естественно, если качество подписчиков будет хорошее при этом. Я, например, вообще никогда не открываю e-mail рассылку, кто бы ее не прислал. Вопрос тогда к вам, Светлана, зачем вы подписаны на эти рассылки, если вы их никогда не открываете. И сразу скажу, что... Вот я предыдущий слайд показывал, там видно, сколько было открытий на том слайде. То есть, если мы, например, сейчас вернемся на слайд, где я показывал открываемость, то вот еще раз вам включаю. Обратите внимание, было отправлено 18 тысяч, на 18 тысяч человек, да, и было открыто писем 1355. То есть, 1355 человек открыло. То есть, ну, вот, видимо, вы находитесь, Светлана, вот там, где написано, не открыло 17 тысяч. Вот, наверное, вы находитесь в этой сумме людей. А, ну, все же есть люди, 7%, которые все-таки открывают письма. Я думаю, этот слайд, он достаточно, как бы, отвечает на вопросы, как бы, у кого открывается, кто открывает, кто не открывает. 7%, 5% открывают всегда. Ну, в худшем случае, там, 3%. Так, вернусь на ДЗ. Как джаз-клик и контакты автора искать? Как джаз-клик и контакты автора искать? Вы становитесь партнером его продукта, и там у вас всегда есть способ написать автору продукта. Либо перейти на его страницы продажники, и там есть всегда служба поддержки. Так, следующий вопрос. Для выполнения нужно зарегистрироваться на этих сервисах? Ну, желательно, конечно, нужно зарегистрироваться, чтобы понять, как сервис вообще, что за сервис. Лучше зарегистрироваться, конечно. Вот. Посмотрите, мой вопрос выше. Идите по порядку, по всем вопросам. Так. Пишите его еще раз в чате. Я, по-моему, ответил на ваш вопрос. Так. Составить список из 15 продуктов. Все продукты должны быть схожи по тематике к моей теме продажи игрушки. То есть, я еще раз говорю, не все темы. Я про продажи игрушки не знаю вообще, есть ли такие какие-то продукты, которые продают игрушки конкретно в интернете. Я больше специализируюсь все-таки на обучающих курсах. То есть, обучающие курсы тоже точно вы быстро найдете и много. А про игрушки я не знаю. Здесь уже зависит от ваших целей. Если вы хотите, про игрушки не найдете, что-то похожее, то можете открыть, там параллельно начать заниматься, другую нишу еще освоить. То есть, создать... Вообще, рекомендую создавать множественные источники дохода из интернета. То есть, когда у вас один какой-то источник дохода, это всегда плохо, потому что случилось с этим источником, вы теряете, получается все. А если у вас есть, там, 3, 5, 10, 15 источников дохода, 15 ниш, которые приносят деньги, то вы защищены в любом случае сильнее, чем все остальные. И даже пусть ваш каждый источник, каждая ниша приносит даже 10 тысяч рублей в месяц. То есть, если у вас будет уже 5 ниш, вы будете 50 тысяч зарабатывать. Если так, то когда... Если так, тогда 1,3 это одно и то же. Так, пишите, пожалуйста, вопрос полностью. 1,3, что такое? Найти 50 тематических и... Смотрите, нет. Вот первое, вы находите конкретно услуги, продукты, которые продвигаются, да, уже рекламируются за деньги в поисковиках. То есть, люди платят за рекламу там, чтобы у них там объявление показывалось в платных показах. То есть, это один из видов анализа. То есть, ну, не нужно пренебрегать им. Просто я говорю, что вам нужно это тоже посмотреть. А 50 тематических рекламных площадок в каталоге Smart или Just или Glopart, там продукты... Люди не платят денег в большей части своем, чтобы там их продукты находились. Они просто как бы создают продукты, размещают его там и все. Они деньги за это не платят. Поэтому вы можете найти, конечно, их там. Но если мы говорим про продукты, которые вы будете искать, которые рекламируются за деньги в объявлениях Яндекса или Гугла, там уже больше, как бы, вероятность того, что человек вкладывает туда деньги. Вот. Хотя я сам лично в Яндекс.Директе рекламируюсь, но и, конечно, не часто рекламируюсь. Как бы, не... Больший бюджет у меня все-таки уходит на рекламу в чужих рассылках автоматически. Потому что это для меня эффективнее. Вот. Поэтому вы просто... Это как один из инструментов анализа. То есть вы должны просто держать его на вооружении. Вы должны все пробовать и то, и то, и то, чтобы вам точно найти человека, либо заказчика, либо клиента, либо партнера. Я не знаю, там, кого вы ищете. А если все для инфопродуктов, а если продажа продукта, непонятен вопрос. Не все для инфопродукта. Я говорю, я специализируюсь на инфопродуктах. Вполне возможно, если вы поищете, вы что-то найдете. Просто я не являюсь экспертом в этих игрушках. Вот что я хочу сказать. В любом случае, вы должны сами это проверить и просто сделать то, что я сказал. К тому же решить. Если автор согласен рекламу, скорее в другую рекламу, к выжжена рассылка, непонятно. Вопрос я не понял. Пишите нормально, членораздельно. 50 писем написать и отправить не получится. Так что завалим кого-нибудь одного одинаковыми письмами. Часть людей, которые сейчас здесь делают, во-первых, процентов 20, наверное, делать этого не будут. Это статистика такая. Потому что люди ленивы. Так. Но если даже вы сделаете это, то поверьте мне, во-первых, у всех ниши все равно как-то разные. Во-вторых, вы найдете разные ключевые запросы и вам выйдут разные сайты. В интернете сейчас 30 или 50 миллионов пользователей. 50 миллионов. И очень сложно все-таки пересечься здесь. Во всяком случае, я и мои люди делают вот это. И мы удачно покупаем рекламу в чужих рассылках. Теперь вы тоже это знаете. И от этого рынок не станет меньше. А наоборот, вырастет и будет больше предложений. Так. Так, так. 10 тысяч рублей это плюс стоимость рассылки. Так, непонятно, что такое 10р. А, 10 рублей за подписчика вы просите. За подписчика. То есть, стоимость рассылки, если вы... Стоимость рассылки делает вам... Оплачивает должен вам заказчик. А вы берете 10 рублей за подписчика. Да, то есть, сверху. Опять же, я вам говорю, это разные условия у каждого автора. Кто-то будет поплатить такие деньги, кто-то нет. Это все определяется на месте. Вы просто ему напишите, он вам сам скажет, что он за это попросит. То есть, вы просто ему сразу не просите, там, вот, заплати мне миллионы, я тебе миллион подписчиков приведу. Мы же все люди. Если сразу начинать с этого разговор, то сразу такое какое-то отторжение, наверное, людям приходит. Вы сначала докажите, что вы можете это сделать. А потом уже, естественно, если автор начнет получать от вас выгоду в виде подписчиков даже, он будет дальше продолжать с вами сотрудничать и платить вам деньги. И это я вам не сомневаюсь в этом. Так, без этого алгоритм, если так делать, то это путь к успеху. Если вы просто хотя бы что-то здесь начнете делать, это вы уже начнете, станете на путь к успеху. Я вам показываю то, что делаю я и делают мои помощники. И, в принципе, свои полмиллиона в месяц я зарабатываю. Если автор согласился разместить мою рекламу, значит, скорее всего, он размещает и другую рекламу. Как понять, что рассылка не выжжена? Еще раз повторюсь. Нет, вернее, я повторяться не буду. Посмотрите в запись. Там я уже говорил, как понять, что она не выжжена. Обращайтесь к отзывам. И как еще раз хорошо скажу. И смотрите открываемость писем. Если выжжена рассылка, ее никто открывать не будет. Вы спрашиваете всегда. Открываемость последнего письма. О какой выжженности вообще идет речь? Сейчас на почту приходят письма с предложением разместиться в рассылке. Стоит ли размещаться в таких рассылках? Если вам приходят такие предложения, это хорошо. Вам даже искать их не нужно. Но вы просто им задайте те же самые вопросы, которые я уже говорил в письме. Опять же, отзывы, скриншоты. Что вам мешает это сделать? Можно связаться с человеком в скайпе, чтобы он открыл вам в режиме онлайн свой почтовый сервис и показал, что у него там вообще творится. Вы есть в ВКонтакте, куда вам можно вопросы задать? Вопросы по какой теме? По вот этой, как бы, это вообще задаете не мне. То есть, опять же, по какой сфере вопросы? Если по вопросу набору подписчиков или по сотрудничеству со мной, вы их в любом случае мне не ВКонтакте пишите, а зайдите на мою школу блогеров, вон сайты я указал, там есть ссылка на службу поддержки. Если конкретно есть вопросы ко мне, пишите через службу поддержки, но никак не ВКонтакте. В ВКонтакте я обычно долго могу не отвечать, так что может затеряться ваше письмо. Все вопросы службы поддержки, повторюсь. Так, у меня интернет-магазин по продаже деревянного декора. Каким образом мне выполнять домашние задания? Так и выполнять. То есть, вы посмотрите, вообще, вы проверяли, вот вы занимаетесь домашним декором. Вы вообще смотрели в интернете, есть конкуренция, нет? То есть, забейте вот эти поисковые ключи, посмотрите. Я не являюсь экспертом в декоре. У вас есть сейчас вариант проанализировать рынок, используя вот этот способ, который я вам сказал. И вы уже нам расскажете, есть ли смысл в этом или нет. Так, на Сабскрайбе в рассылках можно рекламироваться? Эффективно будет в каталоге Mail.ru, то есть на бесплатных сервисах. Я не рекламировался в Mail.ru, ничего сказать не могу. На Сабскрайбе говорят, раньше хорошо было. Лично я там не рекламировался, поэтому тоже ничего сказать не могу. Блогерам писало, очень мало откликаются. Пишите большему количеству блогеров, значит неправильно писали. В любом случае, там тысячу напишите, человек 10 ответят точно. Так, я не понимаю, как все это можно использовать для розничной продажи. Вы можете это использовать для розничной продажи, просто посмотрев конкуренцию людей, которые занимаются тем же самым, чем и вы в интернете. Посмотрите, как они это делают. А чтобы этих людей найти, ввивайте эти ключевые запросы в эти поисковики. Вот и все. А какой нормальный процент открываемости писем? У каждого свой, но минимум 3% уже можно работать. Чем больше, тем лучше. Но если вам, как бы, если даже процент там один открываемости, и вам просят там за это именно нормальные деньги для этого одного процента, то есть не 10 тысяч, а 100 рублей, то почему бы не заплатить 100 рублей, и этот 1% как бы отобьется. Я пока не специалист по рассылкам. Как же я смогу разобраться в онлайн-показе рассылки автора, когда попросим об этом. Я вам показывал, Светлана, я вам показывал скриншот. Скриншот. Вот этот скриншот человеку покажите, и скажите, я хочу увидеть вот эту же точно такую же картинку. И он вам ее откроет. Все. Автор рассылки покажет в онлайн-демонстрации. Свои ссылки, но на что там обратить внимание? Вот я вам только что ответил, на что обратить внимание. Вы показываете, человеку в этой презентации возьмите скриншот и покажите ему, скажите, я хочу увидеть вот это. И он вам то же самое покажет. Хорошо. Теперь дальше продолжаем. Кому интересно узнать, как вам превратить... Теперь вы умеете привлекать трафик, да? То есть я вам рассказал, как это делаю я и делают мои специалисты. Кому интересно узнать, как его превратить в сотни тысяч рублей? То есть поставьте плюсики, если вам это интересно. Если нет, то тогда все. Хорошо, вижу, что интересно. И я специализируюсь конкретно на реселлинге. То есть как можно быстро начать зарабатывать в интернете с помощью реселлинга. Если кто-то слышал про реселлинг, поставьте плюсики. Если не слышали, поставьте минусики. Значит, реселлинг – это бизнес, основанный на правах перепродажи. Иными словами, продавая чужие продукты на основе прав перепродажи, вы занимаетесь реселлингом. То есть смотрю, тут часть слышала, а часть нет. Напишите, кто именно уже слышал про реселлинг. Вы что-то пробовали зарабатывать здесь или нет? Если что-то получалось, напишите сумму, какую вы заработали. А я пока продолжу. Как можно быстро начать зарабатывать в интернете с помощью реселлинга? И вот три ваших шага, чтобы быстро заработать. Первое – покупка реселл-продукта. Второе – покупка трафика на подписную страницу реселл-продукта. Как трафик покупать, вы теперь знаете. И третье – это вы начинаете получать новых подписчиков, затем заказов, затем деньги. Так, идем дальше. Важные факты. Окупаемость в течение 1-3 месяцев и потенциальный доход от 100 тысяч рублей в месяц. Дальше идем. Это вот вы можете видеть скриншот одной из моих панелей по приему платежей. Это как раз JustClick. Я сейчас пользую JustClick. И вот уже за несколько месяцев мой доход составил почти 2 миллиона рублей. Ну, а если говорить про результаты моих учеников, то вот я сделал скриншоты. Это вот тут здесь Павел, Александр Краковский. Павел – это у нас уже достаточно человек, ну, 50 лет ему, по-моему, заработал тут уже личные деньги. А вот второй отзыв Александр Краковский – это 16-летний парень. Он заработал за 2 месяца 90 тысяч рублей. Здесь я у него брал отзыв, видео недавно, кстати. Буквально, наверное, неделю назад. И вот выложил его. Вот. Дальше. Вот Андрей Алисов. Ну, я думаю, кто-то уже написал, что его знает. Замечательно. Тоже доход уже больше 80 тысяч. Потом Сергей Шевцов тоже уже более 80 тысяч рублей. И хотите зарабатывать большие деньги на реселлинге? Да, вот тут я написал на слайдике. Это вам нужно, что сделать для этого? Пройти обучающие курсы по реселлингу, приобрести, естественно, самому реселл продукты и начинать зарабатывать. Так, то есть работа на партнерках – это реселлинг? Вопрос. Нет. Смотрите, в чем разница между партнерской программой, именно заработки на партнерских программах и на реселлинге? Партнерские программы вам дают 30% с продаж, 50%. А реселлинг вам дает 100% с продаж. То есть вы продаете и ложите 100% себе в карман. Конечно, есть такие партнерки, в которых вам говорят, вот мы вам будем отдавать 100% с продаж. Ну, естественно, 100% с продаж продукта, который стоит 1000 рублей максимум. А то, что продается выше 1000, за 10 тысяч, за 15. Вам в любом случае никто 100% не будет отдавать. Я думаю, вы это понимаете, о чем я говорю. Поставьте плюсики, если понимаете. А здесь у вас остается право продавать доход получать 100%. При этом подписчики, которых вы будете набирать, опять же, на вот этот продукт, который вам будет дан в реселл, в комплекте, у вас будет своя страница подписки. А значит, вы будете в первую очередь набирать свою базу подписчиков. А когда вы продвигаете продукт через партнерские программы, то партнерская ссылка ведет все-таки людей на страницу человека, которого вы продвигаете. А значит, подписчик попадает в первую очередь человеку. То есть вы тратите деньги для того, чтобы другой человек получал больше подписчиков. Это невыгодно. Конечно, вы зарабатывать будете, но вы будете зарабатывать визер по сравнению с тем, что если бы вы будете сначала набирать свою базу подписчиков, а потом будете уже, опять же, продавать свои продукты, но которые вы купили с правами перепродажи. Да, вот скинули мою службу поддержки. Это правильная ссылка. Можете написать. Спасибо, Ольга. Вопросы по конкретно, в чем отличие между партнерскими программами и реселлингом есть. То есть, если подытожить, то получается следующим образом. Вы вкладываетесь именно в партнерские программы так же, но получаете меньше. Раз в пять меньше, в десять. Потому что за вами у вас не остается база подписчиков, которую потом вам постоянно будет приносить деньги. Она уходит к вашему партнеру, которого вы продвигаете. Лучше продвигать партнерские программы, уже когда у вас есть своя база, именно своей базе рассказывает, но никак не наоборот. Для работы в этой области нужно регистрировать ИП. Так, ну скопируйте ее, ставьте в адресную строку, если ссылка вот здесь не открылась. А теперь отвечаю на вопрос. Вы ИП можете регистрировать через год занятия, когда у вас уже пойдут доходы. Как это сделал я? То есть я сначала начал, заработал первые 2-3 тысячи долларов, тем более налог платится один раз в год, и вам никто не мешает заплатить его один раз в год. Вы за год заработали свой миллион, открыли ИП, заплатили налоги и все. Как в принципе я так и сделал. Так, а вы ссылку не увидели. Короче, тем, кто захочет со мной списаться. Вот презентация, сайт школа блогеров, сайт денег-магнит.ру. Пишите в поисковике школа блогеров, просто школа блогеров. Выйдет моя школа блогеров Артема Плешкова, номер 1 в России, там в первой выдаче. И там найдете все мои ВКонтакты. Вот, если у вас будет доступ к этой презентации, там тоже я ссылки указал на себя. Все вопросы туда пишите. Идем дальше. Вот я вам пишу, поставьте задачу зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц от ресейнга. То есть, поставьте перед собой задачу создать 10 источников дохода в ближайшие 3 месяца и 10 реселл-продуктов. То есть, в принципе, создавать реселл-продукты вам не нужно, вы их покупаете готовые. Поэтому просто приобрести эти 10 продуктов и сделать так, что, во-первых, один реселл-продукт – это один источник дохода. Вот я хочу, чтобы вы это поняли. 10 реселл-продуктов – это уже 10 источников дохода. Поэтому, если даже каждый реселл-продукт будет вам приносить 10 тысяч рублей, то вы будете зарабатывать 100. Простая арифметика. И вот мои источники дохода, которые могут стать и вашими. То есть, вот эти продукты мне сейчас приносят сотни тысяч рублей каждый месяц. И преимущество по отношению с другими инфопродуктами – это в том, что вместе со знаниями вы получаете еще и новый продукт, используя который, вы можете набирать подписчиков и сразу зарабатывать деньги. Вот в чем отличие. То есть, вы можете найти такие же продукты, но без права перепродажи, купить их просто, да, и вот обучиться чему-либо. То есть, например, вот у меня здесь продукт «Как получить очередь из клиентов за 24 часа». Вы можете его просто купить, как книгу изучить и, как бы, применив знания, начать получать клиентов. А можете еще и эту книгу затем продавать и получать дополнительный доход. То есть, не просто у вас книга потом будет прочитанная валяться и никому не нужна, да, а она еще у вас вам будет деньги приносить. То есть, это дополнительный ваш доход. Ну, кому нравится вот такой подход к делу, что то, что вы покупаете и чему вы обучаетесь, это потом не просто забудется где-то, а это будет потом вам еще и доход приносить. Так, а как их купить, чтобы были права перепродажи? Вы просто переходите по ссылкам и оформляете заказ, выбираете пакет, в котором именно есть возможность с правами перепродажи. Там прямо написано, права перепродажи, вот в этом пакете стоит столько-то. То есть, если продукт стоит, например, 1000 рублей, то обычно, если вы покупаете права перепродажи к нему, стоимость продукта, как вторая цена, будет в 5-6 раз больше. То есть, если 1000 рублей стоит, то если вы хотите купить с правами перепродажи, будет стоить 5-6 тысяч рублей. Вы можете реселлингу бесплатно? Не понял, в чем вопрос. Вы можете посоветовать обучающий курс по реселлингу? Можно пройти обучение бесплатно? Да, я могу посоветовать. Я вам вот здесь дал ссылки на курс по реселлингу. Это как раз бесплатный тренинг. Вот написано, третий сверху, как бы, вверху. Реселлмастер с нуля до первой продажи. Это бесплатный курс. Переходите по нему. И вот он 9 дней там этот курс идет. Вам все там расскажут и покажут. Затем вот мой курс 6 шагов для быстрых денег с одностраничных сайтов. Там тоже я рассказываю бесплатно. Очень много полезной и интересной информации. Как зарабатывать через реселлинг. Так, идем дальше. Что у меня там еще есть? Так, ну все, в принципе. Вебинар закончен. Если есть вопросы, пишите. Если вам все понравилось, ставьте лайки, плюсы. Не знаю, что-нибудь нарисуйте, чтобы мне приятно было, что я не просто так сейчас, час времени вам что-то рассказывал. С вами был Артем Плюшков. Если больше вопросов нет, презентация вот она. Ссылки все есть. Приходите, изучайте, внедряйте. Все. Всем пока.